Христос народился. Славим Богом! Давайте еще раз. Христос народился. Славим Богом! Слава Богу! Нам много краще. Читаю Слово Божие, записано в Галатах, 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Мы, когда пришла полнота времени. Вы знаете, братья и сестры, так люди устроены, что способны планировать свое будущее, определять для себя пути, которыми должно ходить, и говорить, что это хороший путь. И по прошествии какого-то определенного времени мы можем сказать, правильно ли мы понимали, правильно ли мы шли. Какие плоды мы имеем от того, что мы сегодня находимся в Церкви Иисуса Христа. Мы имеем чудесный праздник, убежден, что даже дети понимают, ради чего они здесь. Кто помладше, возможно, из-за подарка, кто-то хотел бы послужить, рассказать стих или спеть песню. Но есть намного больше, братья и сестры, и намного важнее событие, из-за которого мы сегодня предстоим при лице Божье. Этот день для взрослых людей, для устоявшихся христиан, он не может быть малозначимым или незаметным. Это событие, которое из года в год дает нам возможность рассуждать о том, что для меня было рождение Иисуса Христа. И чем старше мы становимся, тем многие события в нашей жизни более объяснимы для нас. И, возможно, мы в чем-то разочаровываемся, от чего-то огорчаемся, от чего-то весьма торжествуем, глядя на то, как в нашей жизни многие события сошлись в определенное действие, в котором даже отчасти мы не принимали участие. Но участникам была незрима рука Божья. Слава Иисусу! Происходит событие. Он касается нашей души, Он касается нашего сердца. И, как я прочитал, полнота времени исполняется, и Христос, Мессия, Сын Божий, рождается через жену. Для многих из нас, братья и сестры, мало что может в жизни произойти, от чего мы скажем, внезапно. Или вдруг. Ведь в основном мы любим, чтобы все события нашей жизни, то ли сюрпризы положительные, то ли отрицательные, они как-то прочувствовали с нами, и уже не приведут нас в состояние внезапно или вдруг. Все ожидаемо. Мы знаем, что ждать от ближнего своего. Или иногда не знаем. Нам настолько уверены, как вдруг происходит не то, что ты ожидал. И мы так разводим руками и говорим, не понял, что это было. Отчего-то мы разочаровываемся, отчего-то мы вдруг настолько удивлены, приятно, что мы даже не могли ожидать, что так будет, но так происходит. И мы скажем, это потому, что человек что-то предусмотрел, и так произошло. Но в жизни пастухов, которые содержали ночную стражу, это вдруг застало их врасплох. Потому что ни от руки человеческой, ни от воли человеческой они увидели то, что увидели. Явление ангелов, торжество, пение, воинство небесное являются предызорами. И они действительно были испуганы. Что это мы увидели? Что произошло? И ангел Господний возвещает им добрую весть. Мы можем вспомнить, братья и сестры, из нашей жизни, когда вдруг явился нам Господь. Когда что-то произошло вне нашего участия. Когда Бог по милости Своей явил Свою благодать, и мы чрезвычайно были удивлены или даже напуганы. Неужели это могло произойти со мной в моей жизни? Я слышал, мне говорили, мне рассказывали. Но я могу сегодня своими глазами видеть мое сердце, способно ощущать. Мое тело просто, оно находится в Божьем присутствии, потому что Бог благоволил иметь общение со мною. Кто я такой? Если мы следуем за Иисусом, и ангел, который вдруг пристанет пред нами, мы читаем об ангелах, братья и сестры, и вы видели когда-нибудь ангелов? Очень похожи были на этих, которые выходили и тут пели. Есть картинки люди рисуют, кто-то описывает свои видения, сновидения. Это действительно являются ангелы Божьи для того, чтобы возвещать о чем-то очень важном, о важном событии, частью которого можем стать мы с вами. И они повлекут нас в Божье присутствие. Я зачитаю Слово Божье, записанное в первом послании Коринфяна, 45 стиха. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть Дух Животворящий. Душа живущая, а последний Дух Животворящий. Объяснить человеку, что же произошло тогда там, в Вифлееме, насколько это событие было важно для всякого человека, который слышал о Боге и пытался быть послушным, смиренным, кротким, внимательным к тому, чему учит Господь. Он может обратить внимание, братья и сестры, на смысл сказанного, что последний Адам есть Дух Животворящий. Апостол Павел пытается объяснить не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоти, кровь, не могут наследовать Царствие Божье, и тление не наследует ни тление. Такая, возможно, простая для нас наука, но сложная для тех людей, для которых Рождество закончится уже сегодня вечером. Для тех людей, которые, скажем так, отметились уже. Многие из нас сами были таковыми, правда? Мы дождались с этого праздника рождественский сочельник, без понятия, что это значит. Потом новый день, потом пойдем вместе со всеми, куда все пойдут, а потом вечер, и об этом больше мы вспоминать не будем. На устах людей редко будет звучать слово Иисус или имя Иисус. Все, что было сопряжено со значимым этим событием, уже не будет иметь никакого смысла. Начинается опять-то житейская тьма. Пока вдруг не прозреют и скажут «О, Пасха!» И вы знаете, братья и сестры, события, связанные с рождением Иисуса Христа, они действительно весьма духовны. Весьма духовны. Рождение Христа это событие, которое совсем не менее, нежели было творение Адама Божьей рукой. Оно даже не идентичное, оно намного больше и важнее. Потому что за душевным приходит духовное, приходит дух, который начинает животворить. В жизни человека происходит необъяснимое событие. Христос идет по написанному. Там в Галатах написано «Он покорился закону». Родился от жены и покорился закону. Для чего Христос рождается подобным образом? Зачем ему, Сыну Божьему, Богу, Который воплотился, покоряться закону? А он объясняет, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. У Бога есть тайный замысел, который не присуще уразуметь плотскому человеку и только вкусивший насколько благ Господь, который последовал этому вероучению, который утвердился в этом, устоялся, дал обещание Богу служить доброй совести и храняющей себя в святости и чистоте, этому человеку способно уразуметь, что за усыновление приготовил нам Господь. Сколько сегодня есть моральных людей, которые понимают наверное ход мысли священного писания и говорят, что это правильно, это верно. Но как сегодня сложно христианам этого мира объяснить, что упиваться это грех, творить беззаконие это грех. Вчера в одном служении брат отметил, один иностранец сказал, когда он имел с ним общение, он говорит, такое чудесное пробуждение христианское, которое было в вашей стране, в Украине, к сожалению, не смогло сломить греховности намерений вашего строя или вашей земли, вашей страны. И он привел такой пример, говорит, шли где-то они, по-моему, в центре города и продавали программное обеспечение, ну, пиратское, знаете, как сейчас можно говорить. И когда он спросил, эта программа стоит, ему сказали 4 доллара, и он готов был перехреститься, сказать, я за 400 куплю, но ворованного брать не буду. Это преобразование духовное происходит внутри сознания нашей души, наших помыслов, нашего посвящения Богу, потому что рождение Христа можно рассматривать так со стороны, можно было пастухам услышать эту благую весть, никуда не двигаться, мы услышали достаточно, мы и так уже чрезвычайно напуганы, зачем идти и смотреть, что мы такого можем увидеть, там в хлеву младенец родился вам, и можно было остаться в этом состоянии, но они пошли, и когда они пришли после увиденного, о чем уже было прежде возвещено, знаете, как говорят, есть такие люди, они настолько красиво расскажут, что когда ты придешь и посмотришь на то, о чем они рассказывали, скажешь, что, так красиво рассказывали, а ничего особенного, но когда человек начинает следовать воле Божьей, которая оставляет свое состояние, свое, может быть, такое, знаете, они опешили просто от увиденного, там, и священный трепет, и то, что вообще поразило их душу, но они не остались в этом, они пошли, чтобы увидеть, и тем совершили волю Божью, слава Иисусу, мы можем оставаться прежними, братья и сестры, мы можем объяснить все, что угодно, мы можем говорить, это наша славянская ментальность, а все остальное нам это не присуще, мы привыкли жить, так удобно, так проще, сама наша природа требует этого, у нас, если не будет изюминки риска в нашей жизни, то нам неинтересно будет жить, а вот те, которые последовали за Господом, которые приняли решение быть верными Иисусу до конца, которые способны были изменить образ своих мыслей, которые впоследствии способны были пленять всякое помышление в послушании Иисусу Христу, братья и сестры, это не просто слова, это то, что должно произойти с нашим сознанием, это открывает для нас стремление быть в воле Божьей, а там в воле Божьей братья и сестры, там ангелы являются, там Дух Святой говорит, там Слово Божье отрезвляет и воскрешает из мертвых и пробуждает спящих и зажигает огонь Духа Святого на жертвеннике сердец человеческих, слава Иисусу, в этом сути рождения Иисуса Христа, А как вы сыны, то Бог послал сердца ваших Духа Сына Своего вопиющего Авва Отче. Это событие, которое идет в повествовании апостола Павла от рождения Иисуса Христа, от жены, который покорился законом, который способен усыновить нас и он продолжает эту мысль. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Авва Отче. Аллилуйя. Аллилуйя. Он послал Духа Сына Своего. Он не просто говорит, Он не просто вспоминает, Он вопиет Авва Отче. Он ищет этого единения с Отцом, Он ищет этих духовных откровений свыше, когда наша воля, когда наше сердце, когда наша душа покорна Создателю, покорна Творцу. И тогда на многие вещи мы можем смотреть трезвым взглядом, абсолютно определенно, зная, что мы делаем, как поступаем, а не разводим руками. Мы знаем, кто противостоит нам в этом духовном мире, кто ворует в нашем сердце веру, кто уничижает значение Божьего Слова, кто угошает огонь Духа Святого, мы знаем. Враг души человеческой и Он сеет, как пшеницу, Он сеет. Но Бог, который милостивый, который сотворил нас по своему образу и подобию, Он знает, как спасти, Он знает, какое слово сказать, Он знает, какая жертва ему сегодня будет благоугодно и которую он примет, от которой народ Божий будет исполненный Духа Святого. славословие. Правым привычно славословить. Так нужно делать, мы должны это делать. Славословить имя Царя Царей и Господа Господствующих, что для нас сегодня, братья и сестры, Рождество, очередное Рождество, насколько оно может быть сопряжено с духовными переживаниями, с духовным преобразованием нас, личностей, духовных личностей, ожидающих скорого пришествия Сына Божьего Иисуса Христа, уже последнего. И милостивый Бог, братья и сестры, который призывает нас в чудный свой свет и открывает для нас тайны неба, указывая на то, что утрачено, указывая на то, что Он действительно может в нашей жизни сделать вдруг прошлые годы или за последние годы, за последних два года, когда события на Украине выходили просто из-под всяческого человеческого контроля и вообще без всяких объяснений, мы можем забывать, как сжималось наше сердце от того, что мы не знаем, что будет и как будет. мы забываем, братья и сестры, насколько мы были, знаете, сконцентрированы, внимательны, насколько молитвы были огнены, насколько небо над нами было открыто, братья и сестры, когда вдруг, когда внезапно происходило то, чего мы никак не ожидали. И Бог, милующий и прощающий, Он услышал церковь Свою, слава Иисусу, и Дух Святой возвещал, и говорил, что Я буду давать мир, на который люди будут говорить, разве это мир? Но это будет мир мой, говорит Господь. И Он дал слава нашему Богу. Мы призваны, братья и сестры, в Его чудный свет для того, чтобы верой в Сына Божьего влиять на зло и беззаконие этого мира. И доколе у церкви есть власть, доколе у церкви есть сила, мы будем ее применять. Аминь. Чтобы это Рождество чтобы этот Новый Год был благословенным нашим Богом, потому что дети Его встали, пошли, посмотрели и вернулись, радуясь. Мы исполним Его волю и прославим Его имя в молитве. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова